Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Дорогие телезрители, ассаляму алейкум! Вы смотрите передачу «По душам» и с вами вновь я, Алиат Улигенва. В нашей предыдущей передаче мы рассматривали с вами такой интересный вопрос, как жена может найти подход к мужу, используя психологию. Но так как отношение между мужем и женой – это двухсторонний процесс, то тема нашей сегодняшней передачи – «Как понять свою жену». Оставайтесь с нами. Понять жену и вообще женщину в целом – не самое лёгкое занятие, согласны. Но так как жена устраивает погоду в доме, необходимо всё-таки уделить внимание женской психологии. Женщины предпочитают общаться с эмоциональными людьми. Жёны, например, любят, когда мужья и родственники делятся своими переживаниями и чувствами. Эмоциональная сторона в человеке для женщины очень важна. Если жена видит, что муж сердится или грустит, то даже эту негативную эмоциональную реакцию она воспринимает как доверие. Пусть эмоции хоть и негативные, но женщина чувствует себя более счастливой, когда её муж их проявляет. Улыбка мужа может стать выходом из всех сложных положений в семье. Знание этой стороны женской психологии пригодится мужчинам. Например, если муж хочет от жены выполнение какого-либо поручения, он должен улыбаться, когда просит её об этом. Вероятность того, что она это сделает, возрастает в несколько раз. Женщины по своей природе, они генетически направлены на создание уюта. И поэтому у них одновременно работают разные части мозга для того, чтобы уделять внимание различным деталям. Но порой это способности и умения играют с ними не самую лучшую шутку, потому что иногда они обращают внимание не только на достоинства, но и на недостатки. Как часто бывало так, что у женщин вокруг возникает идея фикс, что нужно тщательно всё обсмотреть и прибрать в доме так, чтобы ни пылинки в доме не осталось. В этом ей помогает её способность концентрировать своё внимание на деталях, что она и находит в ходе очередной уборки. Казалось бы, какая разница, можно увидеть и потом прибраться? Но в этих вопросах женщины непреклонны, так как внимание к деталям – очень важное качество. Например, ручка не так лежит, или декорация какая-то не такая, шторы не так висят и так далее. Любая мелочь может использовать именно строение. Учитывая различия между мужчинами и женщинами, в психологии особенно, то нужно учитывать тот факт, что женщина воспринимает всю информацию извне через чувства. Если, например, мужчина воспринимает через логику, например, надо ему это или не надо, то женщина в основном ориентируется на своё внутреннее состояние, то есть нравится ей это или не нравится. Женщины оценивают окружающий мир по своим внутренним ощущениям. И, например, когда она выбирает себе сумку или одежду, вам может показаться, а какая разница, или вы, например, сделали бы выбор в пользу удобства и надобности, например, той же самой сумки. А для вашей жены важны чувства, которые она испытывает при примерке этой сумки или выбора любого другого предмета. Так она дополняет своего мужа, который склонен более размышлять логически. Но тогда закономерно будет спросить, ну а что нравится вообще женщине, что нравится моей жене? Это очень просто. Если женщине вообще что-либо нравится, допустим, вещь какая-либо, или событие какое-то она хочет с вами посетить, то она будет об этом очень много говорить. Во-первых, когда женщина что-либо ей нравится, у нее глаза, она постоянно на это смотрит, у нее зрачок расширяется и так далее. Если какое-либо событие, то она постоянно, издалека начиная, начинает вам об этом говорить. В такие моменты она очень эмоционально об этом рассказывает, может даже часами об этом говорить и даже несколько дней подряд. Обычно женщины говорят именно о том, что чувствуют. Женщины очень эмоциональны, и поэтому им сиюминутно нужно выплеснуть свои эмоции и сказать, что им нравится или не нравится. Например, если мужчина не обязательно будет говорить о своем мнении, он как бы оставляет ее при себе, а женщине обязательно нужно выразить свои чувства. Порой даже бывает так, что вы, например, возвращаетесь с работы и не можете понять, что не так. Жена без настроения, непонятно, что ей нравится, что ей не нравится, вроде ничего плохого не сделал, а она постоянно ходит без настроения. Что случилось, спрашиваете вы? Она говорит, все в порядке. То есть она открыто не говорит о своих чувствах. Хотим вас успокоить и сказать. Зачастую она сама не знает, что она чувствует. В жизни женщин бывают различные периоды. Например, такие как роды, кормление и забота о ребенке. Гормональный фон организма меняется, что еще больше усугубляет ее эмоциональные проявления. Единственный выход в данной ситуации – это выждать определенный период времени и объяснить свою позицию и свое видение позже. Существует ряд психологических факторов, которые важны для жены. И вот некоторые из них. Во-первых, жене очень важно, чтобы вы прислушивались к ее чувствам, чтобы не отмахивались и не говорили, допустим, да мне некогда, да подожди. В такие моменты она чувствует, что как будто она для вас не важна. Не важно, что она говорит, не важно, про что она говорит. Нет, важно, чтобы вы здесь и сейчас прослушали, выслушали полностью ее чувства. Иногда мужья жалуются, говорят, да мне вообще, я не понимаю вообще, о чем она говорит. Я даже вообще не понял, зачем она мне это говорит. То есть у мужчин такая логика, что они сразу думают, для чего мне это нужно, потому что они сразу готовы к действиям. А у женщин все наоборот. Им лишь бы это все сказать и вытащить из головы. Второй фактор очень важный. Жена хочет чувствовать защиту своего мужа. В каком плане? То есть не обязательно даже физическую, а вот она хочет чувствовать, оказывается, что муж всегда за нее заступится. То есть она как будто бы может спрятаться за вашей спиной. В любой ситуации. Для жены очень важно, что ее защищают. Будь то отец, брат, муж или сын. Ведь Аллах назначил почти каждой женщине попечителя из числа мужчин-родственников. Это благотворно влияет на ее психику и позволяет заниматься домашними делами и уютом в своей жизни. Женщинам нравится думать и чувствовать, что они исключительны. Как будто она самая лучшая для вас, как будто нет, прекраснее ее для вас на всем белом свете. Поэтому если вы сможете предугадать ее какие-то интересы и дать ей понять, что она действительно самая красивая и хорошая для вас, то успех в отношениях обеспечен. Также для жены очень важно, чтобы вы замечали все эти детали. Как мы ранее уже говорили, женщины ориентированы на детали, допустим, что-то поменяла в интерьере, чайник по-другому как-то украсила, еду как-то украсила. Все эти мелочи очень важны для жены. И поэтому если вы будете это замечать, она будет чувствовать, как будто вы цените ее труд и уважаете ее. Самый короткий путь понять свою жену – это сразу определить ее и обозначать ее чувства. Например, она вам что-либо говорит, и вы сразу как бы в промежутке говорите, то есть ты чувствуешь себя обиженно, или то есть ты чувствуешь радость, определяйте конкретно ее чувства, и тогда взаимопонимание будет лучше. Часто также бывает, что женщины, они как бы любят жаловаться, то есть и это не то, и то не то, и там родственница не так посмотрела, дочка, там дети не слушаются и так далее. Они это делают не для того, чтобы вы кого-то наказывали, или резко с кем-то ругались, а хотя есть такое желание у мужчин, если, допустим, жена жалуется, то им хочется сразу все это исправить, потому что мужчины – это люди дела, да, а женщины, они как бы жалуются для того, чтобы вы их пожалели, или успокоили, или просто-напросто выслушали, то есть участвовали в их состоянии. Также по вопросам женщин выяснилось, что им очень не нравится, когда их с кем-то сравнивают. Например, а вот там у такого-то там моего друга-жена, она там варит кушать вот так, а ты варишь вот так, или там, а моя сестренка вот так вот шьет, или вот так вот переставляет стол, а почему у тебя вот так? То есть в такие моменты женщина, она чувствует себя как бы никудышной или, допустим, ненужной к вам. Можно напрямую, если, допустим, вам что-то не нравится, скажите напрямую, адресовав ей, то есть не сравнивая с кем-либо другим. Дорогие телезрители, спасибо вам за ваши письма. У передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». Вы можете задать свой вопрос по психологии на данный имейл и номер ватсап, который вы сейчас видите на экране. Мужчины всегда логичны в своих поступках, тогда как женщины всегда эмоциональны. Для того, чтобы понять свою жену, достаточно понять и прочувствовать ее чувства, и тогда отношения в семье наладятся. С вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин